Привет, мои хорошие! Сегодня будет сложная коррекция, срезать буду такую жирненькую кутикулу. В общем, все как вам нравится. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Как видите, коррекцию мы делали очень давно, уже прошло примерно 2 месяца. Я вообще удивлена, что здесь остались даже на некоторых ногтях твердый материал, потому что обычно на этих ручках вообще ничего не держится. В прошлый раз я использовала кислотный праймер, и, как видимо, с этим праймером держится материал лучше. Сейчас буду убирать полностью остатки старого материала, так как материал проносился почти 2 месяца, то его нужно обязательно утилизировать. Это делаю с помощью твердосплавной фрезы. Скорость вращения 35 тысяч оборотов. На указательном ногте присутствует очень большая отслойка. Ее, конечно, можно спилить и сверху, но обычно такие движения у клиента вызывают очень сильное жжение. Поэтому мне проще отделить эту отслойку. Можно так сказать, что я ее срезаю с помощью фрезы. И потом аккуратно просто удаляю. Убрав старый материал, приступаю сразу же к маникюру. Как видите, здесь очень большая кутикула, ее просто так с первого раза не поборешь. Поэтому я использую две фрезы. Изначально использую вот такую фрезу, усеченный конус. И аккуратно отодвигаю кутикулу и счищаю ее с ногтя. С этой фрезой нужно работать очень осторожно. Ведь можно пропилить не только кутикулу, но и ноготь. Поэтому выполняю вот такие мелкие короткие движения, чтобы максимально контролировать ситуацию. Если усеченным конусом я работаю только на форварде, то когда я беру фрезу пламя с острым носиком, я уже работаю как на форварде, так и на реверсе. Изначально включив форвард, вычищаю птеригий с одной стороны. Когда закончила здесь работу, переключаю аппарат на реверс и вычищаю уже весь птеригий с левой стороны. Чтобы огрубевшая кожа сейчас мне не мешала выкладывать материал, я с помощью щипцов срезаю ее. Перед нанесением твердого материала мне, конечно, нужно сделать механическую подготовку. Поэтому я пилкой прохожусь по поверхности ногтя. Снимаю глянец и немного делаю поверхность рыхлой для того, чтобы материал хорошо держался. Я уже оговаривала о том, что на этих ручках довольно плохо все носится. Поэтому хорошо прохожусь пилкой и обязательно высматриваю каждый миллиметр ногтя, чтобы не пропустить глянец. Иначе в том месте обязательно все отслоится. Обязательно перед нанесением твердого материала я также на ногти наношу вспомогательные жидкости. Изначально это дегидратор, а затем кислотный праймер. Обычно я использую бескислотный, но так как я уже сказала, что на этих руках очень плохо носится материал. А в прошлый раз я использовала именно кислотный праймер. И он, как я вижу, справился со своей задачей очень хорошо. Поэтому сегодня тоже кислотный праймер. Когда праймер полностью высох, наношу базовое покрытие. После того, как база высохла в лампе, приступаю к удлинению. Для выкладки удлинения я буду использовать сегодня два материала. Это твердый фаст гель номер 1, а также жидкий гель тоже от фирмы Original, но это уже Rubber Assistant. Первый слой это плотный фаст гель номер 1. Для его выкладки я использую апельсиновую палочку. Этой палочкой я формирую линию улыбки и бортик. Отправляю ручку в лампу, чтобы первый слой высох. И затем приступаю к выкладке жидкого геля. Почему использую именно два материала? Потому что удлинение, конечно, лучше выкладывать с помощью плотных материалов. Таких как полигель, фаст гель, либо же гель желе. Но на этих ручках очень хорошо держится именно вот этот жидкий гель Ассистент. Поэтому я решила совместить две технологии. Бортик выклала именно плотным фаст гелем. А вот уже возле кутикулы и сверху будет жидкий гель. Надеюсь, что с помощью такого метода ногти будут держаться еще лучше. Но это мы сможем проверить только уже через месяц, когда придет клиентка. Вытерев липкий слой после полимеризации материала, я беру вот такую тонкую керамическую фрезу. И выпиливаю бортик, чтобы сделать красивую линию улыбки. Ну а чтобы френч был четким, ровным и красивым, я беру пилку 100 грит и подпиливаю борт. Обязательно пилку ставлю под углом, чтобы в конце получились красивые и ровные усы. Сделав козырек, опиливаю поверхность удлинения. С помощью обычного циркуля измеряю длину всех удлинений. Смотрю ровные ли они и могу приступать уже к выкладке свободного края. Но перед этим подвожу бортик белым гель лаком, чтобы линия улыбки была четче. Свободный край у нас сегодня будет белым. И для этой цели я буду использовать белый гель желе. Честно, для белого френча я люблю именно гель. Конечно, можно использовать и фаст гель, и белый полигель. Но на данный момент я еще не встретила моего любимого именно вот такого материала. Поэтому я до сих пор использую именно белый гель желе. Кстати, если у вас есть любимый белый, пишите в комментариях, какой именно. Возможно, мне удастся его купить и также протестировать. Почему говорю, что возможно мне удастся его купить? Потому что много тех торговых марок, которые вы мне советуете, я просто не могу купить в Украине. Иногда даже не могу их заказать с России. Поэтому жду ваши комментарии. Очень хочу найти нужный мне материал. Этот материал вообще очень хорошо просыхает. Но сегодня мне нужно было приподнять очень сильно клюющий кончик. Поэтому я выкладывала гель в два слоя. Сняв дисперсный слой с помощью спирта, приступаю к опилу. Тонкой керамической фрезой обязательно убираю натуральный ноготь. Как помните, здесь ноготь клевал вниз. Толщина получилась здесь очень большая. Поэтому обязательно все выпиливаю. Тонкой фрезой это сделать намного быстрее и удобнее. Моя клиентка хочет, чтобы форма была мягкая. Поэтому я еще пилкой скругляю углы, убираю все острые части. Когда делаю квадратные ногти, очень люблю использовать вот такую фрезу. Она называется Юла. Ей очень удобно делать красивый торец. Осталось перекрыть ногти топом с двух сторон. Я обязательно перекрываю внутреннюю часть, чтобы там ничего не пачкалось. И френч оставался белым до конца носки. Вот такое чудесное перевоплощение у нас сегодня получилось. Не знаю как вам, мне результат очень нравится. Работа была сложная, сложная кутикула. Ногти нужно было исправлять. Поэтому большой кусок работы я проделала. Пишите в комментариях, как вам такой результат. Как по мне, белый выкладной френч смотрится всегда просто шикарно. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео было полезным для вас. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.